Селёдка под шубой Я думаю, что у каждой хозяйки есть свой рецепт его приготовления. Сегодня буду делиться с вами своим. Вот такая красота! Нам понадобится слабосолёная селёдка, а точнее её филе, отварная морковь, отварная свекла, картофель отварной мундири, 1 луковица, яйца и майонез. Первым делом я мелко нарежу лук. Если вы не любите горький лук в салате, то его можно просто ошпарить кипятком. Теперь я мелко нарежу селёдку. Если будут попадаться косточки, их нужно обязательно убрать. Салат я буду собирать вот в такой разъёмной форме. Ставим её на тарелку и начинаем собирать салат. Первым слоем я кладу всегда картофель. Я знаю, что многие первым слоем кладут селёдку, но я так не делаю. Я люблю, чтобы когда я накладывала себе салат в тарелку, селёдка не оставалась в общей тарелке. И равномерно распределяем. Смажем немного майонезом. И выкладываем селёдку. Сверху кладём лук. Далее идёт морковь. И также равномерно распределим. Морковь промазываем майонезом. Следующий слой идут яйца. И последний слой свекла. Сверху немного подсолим. Смажем майонезом и отправим в холодильник на 1 час, чтобы наш салат пропитался. У меня прошёл час. Салат я достала из холодильника. И теперь я его буду украшать. Украшать можно как угодно. Можно оставить и так. Он получается тоже красивый. Но я просто украшу желтком и белком. Всё, селёдка под шубой моя готова. И можно подавать к столу. Субтитры подогнал «Симон» Попробуйте приготовить по моему рецепту. Салат получается не только красивый, но и нежный, и очень вкусный. Я, как всегда, желаю вам приятного аппетита. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Жду вас в своём инстаграме. Ну и всем пока-пока!